Ну что, у нас трансляция начинается. Хорошо. Еще раз добрый вечер. Меня зовут Михаил Бурцев. Я являюсь руководителем лаборатории нейронных сетей глубокого обучения МФТИ, а также руководителем проекта, который имеет такое странное название «Нейроинтеллект АйПавлов». И почему он такое название имеет, немножечко позже. А начать я бы хотел с такого введения. У каждого из нас есть мечта. Я по опыту взаимодействия с теми людьми, которые попадают на наших катоны, по общению с ними, я знаю, что у каждого из вас есть мечта. И у многих из них она связана. С искусственным интеллектом. И вопрос в том, а как мы можем, какие наиболее рациональные действия для того, чтобы реализовать эту мечту, что мы можем сделать сегодня, чтобы приблизиться к разработке интеллектуальных машин. Какой на сегодня наиболее рациональный, кратчайший путь к созданию системы искусственного интеллекта? Давайте попробуем порассуждать немножко на эту тему. Да. Ну, это одно из мнений. Я не могу сказать, какому я придерживаюсь спектру мнений. Кто-то считает, что нужно создавать одного робота, учить его с детства и до кандидатской диссертации. Постепенно рассказываю ему сначала про то, как разговаривать, потом читаю ему детские книжки, потом учебники, потом все остальное. Кто-то говорит, что нам нужно решать много разных задач, а потом он у нас сам по себе возникнет. Да, я думаю, что мы к этому вопросу в конце презентации вернемся. Но что я хотел сказать, что давайте посмотрим такое, и как раз рассмотрим для начала самый очевидный, кажется, способ. Давайте мы будем делать умных роботов, как все привыкли их воспринимать. Вот, например, у нас есть робот Atlas. Это робот, который сделал Boston Dynamics, такой антропоморфный робот. И зададимся вопросом, что же сегодня, как управляются подобные роботы? То есть, что является мозгом этого робота? Вообще, сколько у него мозгов? Кто может сказать, сколько обычно мозгов у такого робота Atlas? Есть какие-то гипотезы? Да, это вот кто-то уже смотрел мои доклады раньше? Три — это просто догадка. Ну, может быть, три, два. Да, да, так и есть. Это очень ценные замечания, но обычно два, три, один реже. И сейчас вы увидите эти мозги. Они их просто очень можно наглядно увидеть. Вот на этой фотографии. То есть, причем, как было точно сказано, что вот у этих людей, у них есть свои собственные названия. Один называется Perception Operator. Вот правый называется Action Operator. А средний, он отслеживает всю ситуацию в целом. То есть, как раз правильно было сказано, что первый мозг для того, чтобы видеть, отдельный мозг для того, чтобы двигаться и так далее. Давайте посмотрим, как это выглядит вживую. То есть, это видео снято на DARPA Robotics Challenge. Здесь, значит, смысл такой, что мы моделируем ситуации, где роботы помогают человеку в каких-то экстремальных ситуациях. Типа МЧС, да. Что-то случилось, какой-то там катастрофа, нужно что-то сделать. Значит, одной из таких задач может быть... Следующая задача. Вот здесь робот, видите, нарисован на стене такой треугольник. Робот, соответственно, здесь такие зеленые точки большие и синие полосы. Соответственно, робот должен взять дрель и дрелью внутри синих полос вырезать треугольник, как бы, и манипулятором его вытолкнуть, то есть сделать дырку в стене. Значит, здесь мы видим, что происходит, когда робот это делает. Слева это как бы вид сбоку, это вид сверху. Вот этот левый верхний угол, это модель среды робота в этой среде. То есть вот эти вот операторы, которые сверху сидят в мозге этого робота, они при помощи этой модели моделируют различные варианты развития событий в процессе управления роботом и запускают какие-то подпрограммы, которые автономно могут решать какие-то задачи. Давайте посмотрим, что происходило в реальности в процессе соревнования. Вот, смотрите, задача началась. То есть робот подходит, он берет дрель и должен включить ее. Вот, он становится в позицию, когда он должен включить теперь дрель. Видите, у него специальный такой манипулятор, чтобы включить. Заминка здесь была связана с тем, что так как до этого испытания проводились в ангаре, а здесь было все на открытом воздухе, за счет шума ветра у них была обратная связь, что если дрель включена, значит он услышит звук. И поэтому это являлось критерием успешности включения дреля. А здесь ветер зашумлял и не было слышно внешних сигналов, поэтому они вынуждены были специально дрель поднести к камере, которая на груди у него, посмотреть, что он действительно вращается, и только после этого начать выполнение дальнейших процедур. Всего в результате выполнения этой операции где-то 30% робот действовал автономно времени, а 70% он действовал под управлением человека. Вообще, как вы оцените, насколько этот робот ловко справлялся с задачей, уверенно двигался и так далее? На ваше такое субъективное мнение? Ну, даже если ускоренно рассматривать, да? Не очень, да? То есть такой человек, у него рассеянный склероз или что-то такое. Теперь вопрос, во сколько раз это было ускорено, кто заметил? Да, то есть вы представляете, да, это было ускорено в 45 раз, и это выглядело как человек, который очень неловко что-то делает. Но можно возразить, что это в 2013 году вообще-то все снималось, а сейчас у нас дип-лёгинг и так далее. Вопрос в том, насколько свежие задачи, какой прогресс был достигнут за это время. Это вот 2016 год, Google Brain. Роботы решают схожую задачу с тем, что они решали в DARPA Robotics Challenge. Если сейчас видео заиграет все-таки. Ну, неважно. В общем, они открывают двери. То есть задача ставится так, что у нас вот видите, есть ручка дверная, есть вот такой как бы у него крючок. Видите, у робота здесь. Он должен этим крючком дверь открыть. Ну, понятно, что на самом деле это говорит нам о том, что задача построения такого человекоподобного антроповарфного робота, который будет думать там, становится все умнее и умнее, проблематична. И это проблематично связано с тем, что нам не остается вообще… Основной прогресс здесь связан с тем, чтобы улучшить как-то механику и улучшить скорее системы, которые встраивают этого робота в окружающий мир, чем с тем, чтобы сделать этого робота интеллектуальным. Потому что какая интеллектуальность в том, чтобы открывать за ручку дверь. Это кажется не очень интересным. В этом плане, конечно, хочется сказать, что вот задача создания антроповарфного робота, она все отодвигается все дальше и дальше от нас, кажется все менее и менее актуальной. Сейчас совсем исчезнет, тогда перейдем к следующему слайду. Ну вот теперь нас на что не беспокоит. Мы можем поговорить о том, что же мы можем еще сделать. Ну и понятно, что может мы будем вот такую задачу решать, где робот общается с человеком. Правда, здесь, видимо, engagement человека высокий, но не очень позитивный в результате этого общения, судя по картинке. Но кажется, что на самом деле мы можем хоть как-то начать решать эту задачу. И сейчас я попробую рассказать, почему я так думаю. Почему я думаю, что задача разговорного интеллекта и диалоговых систем сегодня является наиболее правильной с точки зрения продвижения к созданию таких интеллектуальных систем и вообще универсальных систем искусственного интеллекта? Во-первых, то, что очень сильно помогает, что это, с одной стороны, сложная задача из реального мира, это значит, что мы всегда можем быть привязаны и тестировать наши гипотезы о том, как эти интеллектуальные системы построены на реальных данных, а не просто строить теории, очень долго отрываясь от действительности. С другой стороны, несмотря на то, что это сложная задача, она может быть разбита на более простые подзадачи, такие как понимание языка, natural language understanding, управление диалогом и генерация на естественном языке, текста на естественном языке. Также по сравнению с роботами, например, если мы делаем роботехнические системы, нам гораздо проще собирать данные. Мы можем набрать уже готовых данных в большом количестве. Конечно, требуется некоторых талантов, чтобы все-таки из этих данных извлечь что-то осмысленное, но хотя бы барьер по сбору этих данных существенно снижен. Также приятно, что то, что делается, может быть достаточно быстро внедрено в какие-то бизнес-приложения, в индустрию и таким образом принести пользу как и тем, кто это реализовывал, так и другим людям, которые этим будут пользоваться. Ну и как я говорил, что мы таким образом можем постепенно продвигаться в сторону создания все более и более интеллектуальных систем, создавая сначала, может быть, глупых ботов, потом более и более умных, позволяющих переключаться между разными задачами и вести какие-то осмысленные диалоги. Также важно, почему эта проблема становится, эта задача, этот подход к созданию интеллектуальных систем становится актуальным именно сегодня. Это связано с тем, что, конечно же, как вы все знаете, что нейросети показывают очень хорошие прорывы в области моделирования последовательностей и управления каким-то поведением, что нам нужно для того, чтобы моделировать протекание диалога. Ну и вот моя любимая картинка, что таким образом нам нужно решить вот это вот уравнение, нам нужно взять мозг и вставить его в тупых ботов, чтобы сделать их несколько более осмысленными. Но кроме того, что эта задача выглядит решаемой с точки зрения наличия данных и возможностей наших по решению методов, по решению задач, видно, что вообще существует огромный спрос на подобного рода системы, потому что здесь приведен график, где показано, что число пользователей мессенджерами уже в 2015 году превысило число пользователей приложением с социальными сетями. Это значит, что люди все больше и больше общаются через каналы такие текстовые коммуникации. Это значит, что есть большое пространство, где мы могли бы с одной стороны как-то помочь пользователям взаимодействуя с ними, взаимодействуя с ними, ну и снизить издержки на ведение различных бизнесов, перенося коммуникацию и автоматизируя ее в текстовых каналах. Ну и это все приводит к тому, что существует огромный интерес к решениям в этой области. Здесь приведено много-много разных логотипчиков, как любят наши венчурные друзья, собрать все на одной картинке, чтобы приятно посмотреть и похвалиться, как много работы они сделали, полазив по интернету. Это привело к тому, что это объективные есть причины, что такие проекты должны возникать. Здесь я хотел бы как раз рассказать про наших корейских собратьев, про проект, который называется «Корейский флагманский проект по искусственному интеллекту». Он начался после того, как Альфа-Го выиграл у чемпиона мира в Го, и после этого это привело к тому, что правительство Кореи решило срочно поддерживать исследования в этой области. Создало проект, в котором есть четыре направления. Здесь приведены кратко картинки из двух направлений, которые наиболее близкие к нам. Одно называется разработка интеллектуальных, интерактивных технологий, основанных на понимании намерений и контекста. а другая – это эмоциональный интеллект. Соответственно, оба проекта рассчитаны на пять лет, начались с начала этого года. Финансирование каждого из этих блоков примерно равно ежегодное финансирование нашего проекта. Первый проект, как вы видели, связан над тем, что мы пытаемся как можно больше понять про пользователей и использовать эту информацию для того, чтобы интерактивно с ним взаимодействовать и повышать качество ведения диалога. Второй связан с тем, чтобы учитывать эмоциональную компоненту этого взаимодействия для лучшего понимания и для лучшей обратной связи с пользователем. И вот наши коллеги из Кореи, они как раз участники этих двух проектов. Давайте теперь перейдем к нашему проекту. Наш проект получил название «Ай Павлов», потому что у нас был Иван Петрович Павлов, такой известный русский физиолог, получивший Нобелевскую премию. Он много занимался обучением, пытался понять, как же мозг переводит то, что видит глаз, в то, что делают руки и ноги. Говорил, ткните мне пальцем в мозг, покажите, как сигнал пробегает по цепочке от одного нейрона к другому для того, чтобы вызвать поведение. Поэтому мы решили так назвать проект «Ай Павлов». И целью этого проекта является разработка архитектур, инерситивных архитектур для разговорного интеллекта. Этот проект рассчитан на, фактически сейчас уже почти на два с половиной года, он будет заканчиваться в конце 2019-начале 2020 года. Проект поддержан национальной технологической инициативой и выполняется у него единственный исполнитель этого проекта – это МФТИ и софинансируется Сбербанком. Примерно, чтобы вы понимали масштаб, у нас планируется постепенный рост количества исследователей и инженеров в задействованном проекте. Среднее число где-то около 20 человек. Кто является заинтересованными лицами, стейкхолдерами проекта «Ай Павлов» по задумке? И почему он был создан? На самом деле, если, может быть, вы знаете, НТИ как инициатива, выдвинутая нашим руководством, нашей страны, скажем так, направлена на то, чтобы создать рынки и создать компании, которые займут будущие рынки. На горизонте 5-10 лет и больше. Идея в том, что, видя такой большой интерес к искусственному интеллекту сегодня, очевидно было, что необходимо создать инструменты для компаний, которые могли бы, позволили бы им обеспечить некоторые преимущества, и легко занимать эти рынки и таким образом позволить России продвинуться именно в области высоких технологий на какие-то более заметные места в мире. Поэтому с точки зрения НТИ, очень важным элементом этого проекта является то, что, несмотря на то, что все инициативы НТИ разделены на отдельные рынки, этот проект является как бы инфраструктурным, он может быть задействован в качестве базового в компаниях, которые развиваются на разных рынках. В частности, у нашего проекта есть KPI, которая связана с тем, что мы взяли на себя обязательство, что те технологии, которые будут разработаны в проекте, будут использоваться стартапами и другими компаниями в своей деятельности, будут запатентованы и так далее. То есть здесь этот проект, он как бы такой инфраструктурно-экосистемный и предполагается, что он позволит нашим компаниям и всем инициативным предпринимателям каким-то образом использовать технологии для того, чтобы развивать свои компании. Соответственно, с точки зрения физтеха, этот проект важен тем, что он позволяет создать на физтехе одно из компонент исследовательских и образовательных, связанных с искусственным интеллектом. Понятно, что на физтехе и так сильная школа машинного обучения, а сейчас еще создается дополнительная лаборатория, как вот Константин Вячеславович, лаборатория теперь открылась на физтехе. Поэтому физтех становится одним из лидеров современных университетов российских, которые занимаются исследованиями в области нейросетей и искусственного интеллекта. Соответственно, для Сбербанка это интересно тем, что те технологии, которые будут созданы, они будут адаптированы под нужды Сбербанка и смогут использоваться им в качестве бэкэнда, в качестве такой технологической платформы, на основе которой они смогут строить свои приложения и продукты для взаимодействия с конечным пользователем. И для исследователей это интересный проект. Почему? Потому что за счет того, что он такой инфраструктурный и достаточно долгосрочный относительно, то в нем есть пространство не только для того, чтобы решать какие-то прикладные задачи, но и для того, чтобы прорабатывать какие-то идеи, которые могут в среднесрочной перспективе внести там существенный вклад в развитие этой области. Немножко о результатах, которые запланированы в этом проекте. Чтобы лучше понимать, где они лежат, давайте посмотрим на вообще технологический такой стек технологий в области искусственного интеллекта сегодня. Здесь у нас в самом низу находится всяческое железо, потом у нас есть драйвера, есть библиотеки для вычислений, и на самом верху у нас есть уже приложения, которые взаимодействуют с конечным пользователем и решают какие-то бизнес-задачи там, или не бизнес, но уже какие-то конкретные задачи. Соответственно, рамки проекта iPaulov лежат вот в середине, между вычислительными библиотеками и приложениями. То есть задача такая, что мы должны создать, как бы создать два такого технологических результата. Первый — это открытая библиотека, которую мы назвали DiPaulov. Это некоторый набор архитектур нейросетевых и некоторых базовых модулей, из которых можно легко собирать и прототипировать диалоговых агентов. Соответственно, в качестве базы для создания этой библиотеки в нашем случае был выбран TensorFlow. То есть это некоторая надстройка на TensorFlow. Самая ближайшая аналогия, наверное, которая будет вам понятна, это нечто типа Keras поверх TensorFlow, но Keras, который адаптирован для создания диалоговых систем. Нечто больше Keras, потому что он содержит не только примитивы, отдельные блоки, но и более высокоуровневые архитектуры. Следующий уровень вверх по этому стеку — это уже конкретные реализованные какие-то сервисы на основе вот этой открытой библиотеки. Это предполагается, что это библиотека DiPaulov. Она распространяется под Apache 2.0. Это значит, что она может быть использована в любых коммерческих и некоммерческих целях и так далее. Соответственно, Deep Reply — это некоторая технологическая платформа, которая будет создана под цели и бизнес-требования Сбербанка на основе DiPaulov. То есть мы на основе библиотеки DiPaulov для Сбербанка сделаем набор решений, которые будут обеспечивать сервисы, которые Сбербанк будет встраивать затем в свои продукты. Чем же мы будем заниматься для того, чтобы все это сделать? Здесь показаны три основных части направлений работы в этом проекте. Центральная часть, как я говорил, это открытая библиотека DiPaulov, в которую будет входить с одной стороны на самом высоком уровне репозиторий диалоговых агентов, их моделей для различных задач диалоговых, введения диалога. Затем там будет набор модулей, из которых мы можем этих агентов также собирать, рекомбинировать между собой и сравнивать в различных задачах. Ну и набор некоторых сервисных NLP-функций, которые помогут нам быстро прототипировать эти решения. Соответственно, здесь в первую очередь мы планируем имплементировать уже какие-то готовые известные архитектуры, которые себя хорошо зарекомендовали, чтобы они были доступны всем в унифицированном виде. Чтобы не то, что вы как бы… Понятно, что сейчас очень много решений, и так выкладывается на GitHub. Да, можно всегда взять модель, запустить ее, посмотреть, что получилось. Но часто возникает желание взять часть из одной модели, часть из другой, и это уже совершенно нетривиальная задача. Как все это вместе собрать, чтобы это работало и выдавало какой-то осмысленный результат. Здесь мы как раз пытаемся сделать так, чтобы наиболее популярные модели были в унифицированном виде, и чтобы их легко можно было друг с другом гибридизировать. С другой стороны, мы планируем, что мы не только будем брать уже проверенные решения, но и разрабатывать какие-то свои решения, развивая то, что есть, или предлагая что-то новое. И понятно, что здесь вопрос стоит за тем, чтобы использовать какие-то новые архитектуры для создания задания памяти диалога, для создания моделей пользователя, для каких-то новых видов attention или иерархических моделей ведения диалога. И так же, так как важным элементом ведения диалога является планирование, то отдельное направление это применение обучения с подкреплением построения таких нейросетевых систем для задач планирования. Соответственно, с точки зрения приложений, это будут некоторые, грубо говоря, диалоговые агенты для заданных бизнес-кейсов в рамках Сбербанка. Соответственно, морду этих агентов Сбербанк будет сам разрабатывать, а от нас он будет брать только API, в котором он будет посылать какие-то запросы и получать обратные запросы. А также набор сервисов отдельных, в которые решают какие-то NLP-задачи, которые могут понадобиться в других продуктах. Тоже мы планируем, что мы это имплементируем. Теперь я хотел бы немножко поподробнее рассказать, что же мы хотим реализовать с точки зрения содержания в этой библиотеке. Здесь такая классическая схема модульной диалоговой системы, где у нас наш диалоговый агент разбит на четыре основных части. Это natural language understanding, то есть понимание того сообщения, которое выдал нам пользователь. Потом диалог state tracker. Это некоторое представление о том состоянии, в котором сейчас диалог находится. Полиси. Это та часть фактически реализации нашего агента, который принимает на основании информации состояния диалога решение, что мы должны сделать, и часть, которая генерирует ответ пользователям. Понятно, что сегодня наиболее многообещающие методы в NLP – это нейросети. И для меня наиболее впечатляющий пример. Я не знаю, но давайте, может, каждый из вас скажет, что его больше всего поразило в применении нейросетей к NLP. Или никого вообще ничего не поразило. У меня две вещи поразило, например. Есть у кого-то свои примеры? Чем бы он будет? Себя? Ну, я сейчас все выберу, если это будет неинтересно. Я хочу вдруг вы что-нибудь новенькое скажете. Мне интересно. Ну, это да, это очевидно. Machine translation приближается к человеку. Кажется очень импрессив. На отзывах с Amazon на огромном количестве. Они обучали это на 4 ГПУ месяц. У них была просто большая LSTM, широкая, широкая. Вот. И выходы нейронов от LSTM – это было некое представление, которое они потом использовали, подавали на вход линейному классификатору. И оказалось, что он на 200 примерах обучился на уровне state of the art методов. Сэнтимент определять отзывов. Сэнтимент, они учились с этим? Да, да. Ну, нет, точнее, нет. Сэнтимент, они… Это у них была разметка просто. То есть, причем это был уже другой датсет. То есть, это не амазоновский, а еще какой-то, ну, сэнтимент. Про сэнтимент. То, что они 200… То есть, вот так, научившись делать эти имбенинги, сумели потом в двух словах, так в примерах научиться делать хороший сэнтимент, ну, это, по-моему, очень круто. У кого какие еще примеры есть? Ну, я просто для следующих лекций накапливаю, потом буду себе рассказывать. Чем это тебя поразило? Ну, что можно слить, как мы говорим, долгую дискретную какую-то информацию, ту непрерывную информацию, которая идет потоком через, ну, современные технологии нейронных сетей, искусственных. Ну, это просто разные, разные просто типы данных сливаются в одно. Как ты думаешь, что это реально… То есть, какая самая крутая задача, которую ты можешь слить в следующем, если развивать? Я думаю, что она может заменить антологию. Ну, то есть, человеком созданная антология, она может заменить, и это, наверное, может помочь в создании, ну, в парсинге научных статей. Такое вот. То есть, количество научных статей генерируется большое количество человек, уже не может их изменить. Ну, это та проблема, с которой я столкнулся. И memory network, скорее всего, в этом смогут помочь, если дальше развиваются. Что, у кого-то еще? Индуктивное рассуждение. С помощью memory networks можно извлекать более интересные, более глубокие факты из текста и статей. Вот на конкурс была предложена такая вещь, как BDAF-архитектура, но она, по сути, извлекает только какие-то линейные факты, куски текста по заданному вопросу. С помощью memory networks можно, в принципе, обучиться извлекать что-то более сложное, взаимосвязь нескольких фактов, нетривиально. У кого еще был какой-нибудь экспириенс, который бы в нейросетях его поразил? Есть? Лично меня удивило, когда можно написать с помощью рефорс-лёрнинга агента, который решает какую-то задачу в диалоге, там, например, заказ пиццы, и увидеть, как он обучается, и он действительно нетривиальные вещи находит. Ну, это так лично. Ну, было очень интересно на это смотреть, как он учится просто, и потом он действительно понимает, что важно во входных параметрах, что нужно спросить, чтобы действительно дойти до заказа. Ну, если нет еще очень сильно желающих, тогда я свой расскажу, еще кейс. У меня было такое мощное прозрение, когда после первого дипхака в 2015 году в августе вышел код Карпата, и мы решили натренировать его на этих субтитрах. Все тогда начали быстро его на всем подряд тренировать, чтобы под руку попадалось. И реально я как бы, ну, так как нейросетями уже давно занимаюсь, то есть если бы мне кто-то сказал, что из этого выйдет, я бы никогда бы не поверил и сказал бы, что этот человек, он как бы не очень компетентен вообще во всех этих технологиях. Но когда я в реальности увидел, что эта штука научилась по символам согласованные предложения генерировать целые, это было, конечно, для меня шок, потому что, во-первых, как-то она выучила не только словарь, но и вообще научилась слова друг за другом правильно расставлять. Но это как-то уже вообще было для меня очень большим, скажем так, потрясением в положительном плане. Но после этого пришлось сразу задуматься о том, что надо бросать все и заниматься NLP и нейронными сетями. Окей, как же мы будем делать проект и хотим? Ну, как вы знаете, существует два основных способа для того, чтобы сделать какой-то сложный проект. Они различаются по уровню того, как изменяется уровень счастья того, кто делает этот проект во времени. Первый проект, ну, не знаю, многие из вас, наверное, видели эту картинку, что мы хотим сделать в конце нашего супердиалогового агента, да, вот такую машину красивую с колесами, это, ну, электромобиль с автопилотом. Ну, мы можем сначала сделаем колесо, потом мы сделаем трансмиссию, потом мы сделаем в кузов, все еще что-то не очень ездит, потом руль поставим автопилот, и вот мы уже счастливы. Но если мы пытаемся построить уровень нашего удовлетворенности во время этого проекта, он выглядит вот так вот, что сначала с каждым разом мы все больше и больше тратим усилий, и все больше там как бы не понимаем, насколько успешно наш проект закончится, и наше вообще жить как-то не хочется, и вообще кажется, что это может вести к суицидальным наклонностям, и вообще риск того, что это все-таки окончится положительно, тоже не очень велик. Ну, поэтому существуют другие способы, и мы пытаемся идти другим способом. Он выглядит примерно так, ну и вообще, если вы посмотрите теперь, ну как бы, да, интеграл, ну как бы видно, что здесь уже в какой-то момент времени можно перейти по уровню счастья из отрицательной зоны в положительную. И это очень радует, что лучше как бы двигаться постепенно, да, и делая что-то более-менее работающее, чтобы в конце концов получить, ну, примерно тот же самый результат. И кажется, что этот способ более надежный, потому что вероятность зафейлиться на каждой маленькой ступеньке и вроде как пониже, и даже если все-таки ты туда не дойдешь, то где-то в середине у тебя будет хоть что-то, чем совсем ничего, если ты последовал первому способу. Всех призываю тоже быть более счастливыми и менее депрессивными, использовать такую методологию. Соответственно, мы можем рассмотреть как бы весь спектр, как мы можем двигаться. В конце концов, конечно же, что мы хотим? End-to-end neural net-based модель агента, которая сама, мы не скармливаем данные, она учится, умеет разговаривать на любые темы, переключаться между темами, поддерживать как бы внимание пользователя, фокусировать его на том, что нам нужно, получать от пользователя ту информацию, которую мы хотим. Но, возможно, это такой идеал, который будет достигнут через 20, 30, 40, 50 лет, или когда мы все уже будем не здесь. Поэтому, а что у нас есть сейчас? Сейчас у нас есть в основном модульные диалоговые системы, в которых уже частично модули некоторые заменены на нейросетевые, и пытаются люди сделать модульные системы, в которых все модули являются по отдельности нейросетевыми, но все-таки это в целом еще не совсем end-to-end архитектура. Поэтому, вероятно, для нас стартовой точкой является как раз вот такая переходная позиция между гибридными архитектурами, когда мы в одной архитектуре диалогового агента сочетаем как нейросетевые модули, так и модули, построенные на любых других технологиях, которые дают хорошее решение сегодня, так и нейросетевых модулях. И потом постепенно сначала перейти к полностью нейросетевым модулям, а затем уже и к end-to-end решениям. Но это в чем-то напоминает ситуацию с распознаванием речи, когда тоже был пайплайн, который состоял из отдельных блоков по обработке речевого сигнала для того, чтобы конвертировать его в текст. И постепенно сначала отдельные модули заменили на нейросети, а потом и все это заменили на end-to-end системы. Надеемся, что это можно повторить и с диалоговыми системами. Как же, какой возможный вариант развития такой архитектуры? Здесь приведена такая картинка, на которой мы можем проследить эволюцию за последние пару лет, как у нас изменялись такие основные архитектуры, связанные с NLP-задачами. Сначала модель Карпата на самом верху, которая называется Instant Encoder Decoder. На вход нам подается какой-то вектор текущего символа или текущего слова. Соответственно, этот вектор сразу же предсказывает, декодирует следующие значения. Потом появились сразу же SEC-to-SEC модели. Это когда у нас есть энкодер. Энкодер закодировал полностью в своем внутреннем состоянии всю последовательность. После этого его внутреннее состояние на его скрытом слое передается в декодер. И декодер начинает декодировать последовательность с того состояния, в которое привел его энкодер. Затем для машинного перевода была предложена архитектура энкодера-декодера с вниманием. Это на самом деле достаточно сильное изменение по отношению предыдущих моделей. Почему? Потому что здесь кроме энкодера у нас еще появилась память. То есть мы как бы все предложение, когда его закодировали, у нас есть как бы представление отдельных слов. И при декодировании мы используем все это представление от предложения в целом, а не только сжатое, очень сильно сжатое представление, которое мы получаем, когда мы дошли до конца последовательности. Более того, мы можем как бы управлять этой памятью за счет того, что мы каждый раз для декодирования, в зависимости от того контекста, в котором мы декодируем, мы выбираем какое-то усиливаем или ослабляем какие-то элементы этой памяти для того, чтобы повысить качество этого декодирования. Затем, соответственно, у нас появилась архитектура, иерархический рекуррентный энкодер-декодер. Как раз это то, что может быть ближе к нам, потому что если в машинном переводе мы сопоставляем между собой одну последовательность с другой последовательностью по предложениям, то для ведения диалога нужно иметь много предложений, и поэтому нам нужно добавить как бы логическим решением, является добавить еще как бы один уровень памяти в этой системе, когда у нас есть память не только о текущем реплике, которую нам сказал пользователь, но и о последовательности реплик за весь диалог. Также появилась архитектура, например, которая, кроме того, что у нее есть внимание считывать из памяти, у нее есть также отдельная нейросеть, которая по закодированной реплике может предсказывать некоторые намерения пользователя, так называемый attention with intention, кодер-декодер, предложенный Microsoft. И отдельно, можно сказать, такая стоящая архитектура, memory networks, который как раз развивает JSON-Weston. Фактически это тот же самый энкодер-декодер с вниманием, но только немножко более сложный за счет того, что почему он может делать inference, на мой взгляд, потенциально, за счет того, что у него в отличие от вот этого энкодера-декодера с вниманием есть некоторая внутренняя возможность итерировать в памяти несколько раз, перезаписывая память, делая операции, которые в принципе могут обучиться делать какой-то вывод логический на данных. То есть в этом смысле это, можно сказать, несколько более перспективная архитектура, чем просто энкодер-декодер с вниманием, который все время только один раз прогоняет через память. Ну и понятно, что мы можем теперь попытаться отобразить эту базовую архитектуру нейросетевую на нашем модуле диалоговой системы, который мы имеем. Соответственно, тогда очевидно сопоставление, что энкодер или имбеддинг входной, он отвечает, может решать задачу natural language understanding, память, это является той частью нашей нейросетевой архитектуры, которая может выступать в роли диалог-стейт-трекера, attention, контроллер нашей памяти, который управляет тем, фактически, какая информация будет считана в декодер. Это аналог, может служить аналогом политики. И, соответственно, декодер — это блок natural language generation. Соответственно, это было как бы одно из таких базовых идей, начиная с которых мы год назад начали разрабатывать некоторую попытку построить roadmap, как может такой агент нейросетевой из модулей состоящих нарастать, для того, чтобы решать все более и более сложные задачи. Вот здесь вот слева — это первая версия исторической фотографии, которая прошлым летом была нарисована, такой архитектуры. Ничего не понятно, но сейчас я попытаюсь ее представить в более рафинированном виде. Надеюсь, что стало гораздо понятнее. Нет, но сейчас попробуем по частям разобраться, сейчас не переживайте. Но вы, если у вас возникнут вопросы, вы меня сразу же спрашиваете, я могу долго про это рассказывать, это моя любимая схема, я ее рисовал. Начнем снизу. Нижняя часть этой системы фактически она наиболее близка к тому состоянию в области диалоговых систем, которые сейчас есть. У нас здесь есть входной запрос, выходной запрос. Изначально мы хотим, чтобы у нас система работала на чар-левеле, потому что мы хотим, чтобы она была универсальна с точки зрения языка, на котором она применяется. Соответственно, здесь вы можете легко увидеть части, которые похожи на иерархический энкодер-декодер. То есть у нас есть первый уровень кодирования, потом второй уровень. Мы здесь закодировали слова, там мы закодировали предложения. Соответственно, затем мы предложения декодировали в слова. Отличие от стандартного энкодера-декодера в том, что здесь еще есть связь на нижнем уровне, которая позволяет получить информацию о текущем последнем символе. Но идея в том, что на самом деле это важно на последующих уровнях иерархии, для того чтобы у нас каждый раз система была замкнута на том уровне абстракции, на котором она тренируется. А вторая часть, это как раз то, что связано с хранением памяти об эпизоде. И здесь это может быть реализовано, например, в виде memory networks, про который мы упоминали на предыдущем этапе. Тем, когда мы начинаем двигаться вверх, здесь мы попадаем уже в область нашего предсказания того, что можно сделать нам в ближайший год. Чем бы мы могли бы расширить стандартную диалоговую модель нейросетевую для того, чтобы повысить ее качество. На данный момент у нас есть такие вот идеи, это не все идеи, а часть из них, что очевидная идея, которую сейчас начинают люди пользоваться, это то, что мы сделаем энкодер диалога на самом верхнем уровне. Понятно, что сейчас в основном это ограничено одной репликой. Это попытка сделать энкодер на самом верхнем уровне. Тогда у нас есть полиси, которые работают над памятью этого диалога. Интересным нововведением, которым не очень многие пользователи, немногие люди думают о нем и думают, что это нужно использовать, это является так называемой модель пользователя, которую мы вносим в модель. Зачем это нужно? Смотрите, когда вы ведете с кем-то диалог, то у вас всегда есть в голове представление о контексте и вообще понимает ли вас другой человек или нет. Вы как бы на самом деле можете предсказать, что вам человек ответит в некотором смысле. Когда вы что-то говорите, вы рассчитываете на некоторое подмножество его ответов. Идея в том, что мы можем эксплицитно внести в модель предсказание того, что пользователь ответит. И использовать это предсказание для того, чтобы скорректировать наше состояние диалога. То есть если наше предсказание более-менее совпадает с тем, что нам пользователь ответил, это значит, что наше представление о том, что из себя представляет диалог в данный момент времени, оно более-менее адекватное. Поэтому нам ничего вроде как не нужно менять, а нужно смело генерировать ответ пользователя. Если же мы предсказали, что пользователь ответит одно, а он ответил совершенно другое, возможно, это случилось из-за того, что наше представление о диалоге, наша интерпретация той истории взаимодействия с пользователями было неверно. И давайте-ка попробуем сгенерировать другую интерпретацию и до того, как мы обратимся к пользователю, прогнать эту интерпретацию через модель пользователя и попробовать снова предсказать для нашего другого потенциального, если бы мы ответили пользователю по-другому, как бы нам бы ответил пользователь. Так же бы он нам ответил в этом состоянии диалога или нет. Если мы можем сделать так несколько раз, то мы можем возможно так подобрать состояние состояние диалога стейтрекера, что оно будет выдавать то предсказание, которое соответствует реальному предсказанию пользователя. Идея в том, что тогда такое состояние будет более информативным с точки зрения генерации ответа. То есть очень просто, что мы думаем не только о себе, но думаем и о другом человеке, с которым мы ведем беседу. Следующая часть, которая здесь запланирована, это оценка различных версий ответов. То есть мы как бы зачастую, если мы генерируем особенно последовательность токенов в ответе, то сэмплирование, понятно, что может приводить к тому, что не самые адекватные ответы пользователь получит. Но в принципе, если бы у нас была бы какая-то возможность сначала сгенерировать несколько гипотез, а потом из них отобрать те, которые мы считаем наиболее вероятны в контексте данного диалога, будут адекватными, то это позволило бы повысить качество нашей системы. Ну и затем также хотелось бы, чтобы мы из нашей системы в процессе общения с пользователем тоже могла дообучаться. И здесь нам необходим какой-то кусок, который бы нам позволил блок нашей архитектуры, который бы позволил нам ее подстраивать уже в процессе диалога с пользователем. Но это такой был среднесрочный взгляд. А если мы будем смотреть вообще на уже последующий этап развития архитектуры, то понятно, что когда мы ввели модель пользователя, когда мы сами знаем, как мы можем генерировать ответы, то логическим следующим шагом является планирование диалога на несколько шагов вперед. То есть мы можем смоделировать различные сценарии разворачивания диалога, грубо говоря, и держать их, например, параллельно в памяти и переключаться между ними в зависимости от того, какой ответ мы получили от пользователя. Здесь еще совсем туманно, какими методами мы могли бы воспользоваться. То есть мы таким образом создаем некоторую общую модель мира, в котором есть и мы, и наш собеседник, и используем эту модель для планирования. Также затем мы можем накапливать данные в процессе диалога и их использовать для дообучения системы. Уже после того, как завершился диалог в связке с этой нашей моделью мира для того, чтобы на меньшем объеме данных обучаться. Это лишь такой набросок возможной развития архитектуры. Понятно, что через год может все поменяться, кто-то может предложить какой-то сумасшедший метод, который перечеркнет это все, но пока это один из возможных путей эволюции и развития архитектуры в целом. Как вы увидели на предыдущей схеме, там было много разноцветных квадратиков, я думаю, что вас это порадовало и глазам было приятно, но с другой стороны, если вы начнете все это имплементировать и собирать, и еще будете потом пытаться требовать, чтобы эти квадратики можно было бы заменять, но это будет создавать, конечно, определенные проблемы, хотя и есть какие-то преимущества. Здесь я хотел привести выдержки из презентации Кингхюн Чо, которую он сделал буквально месяц назад на воркшопе по мозгу и дипленингу. Презентация называется дипленинг, что же у нас является следующим шагом, можно скачать потом по ссылке. Та идея, которую он продвигает, заключается в следующем. Почему я это привел? Потому что я присоединяюсь к ней, мне кажется, она должна быть плодотворна для решения наших задач. Он говорит, что то, чего мы хотим, это одну систему, в которой есть много модулей, модули взаимодействуют друг с другом для того, чтобы решать задачу, которая нам нужна. Соответственно, это позволит нам переносить знания между разными задачами за счет того, что мы можем для разных задач использовать одни и те же модули, переиспользовать. А также мы должны предусмотреть, что некоторые модули будут обучаемыми, а другие будут зафиксированными и не будут учиться. Таким образом, Кюнхюн говорит, что у нас будет происходить такой сдвиг парадигмы, когда мы переходим от одной нейросети на задачу к парадигме, когда у нас есть одна нейросеть для функции. И затем мы эти множества нейросетей кооперируем друг с другом для того, чтобы решать много высокоуровневых задач. И мы имеем такую смесь сетей, которые мы можем тренировать из зафиксированных модулей. Здесь у него наглядно представлено, что у нас есть замечательный автопилот, замечательный контроллер руки робота, замечательная вопросно-ответная система и так далее. Это разные блоки, которые хорошо решают отдельные подзадачи. Мы хотим придумать способ, как их легко интегрировать, собирать для решения одной задачи. В нашем случае мы наметили себе примерно вот такую идеологию, что у нас есть отдельные модули, которые могут решать отдельные задачи NLP, типа распознавания именованных сущностей, разрешение кореференса, определение парафраз, ненормативные лексики, отвечание на вопросы, задавание интерактивных запросов пользователю, функции памяти, attention, политики диалога. И у нас есть несколько грубо говоря прототипов, агентов. Мы выделили три, четыре типа агентов. Первый T-агент это такой край спектра, где у нас полностью task-oriented архитектура. И мы хотим в качестве того, чтобы ускорить возможные архитектуры, мы говорим, что мы его можем измерять почему-то похожим на DSTC2. Затем у нас есть другой спектр этих агентов. Это cheat-chat агент. Соответственно, здесь могут быть разные датасеты, например, Reddit. И промежуточный вариант, когда у нас агент вроде не совсем task-oriented, с другой стороны не совсем cheat-chat, это то, чем мы занимаемся сейчас здесь. Это можно назвать его фактоидным агентом, который может обсуждать какой-то текст или отвечать на вопрос в какой-то области. Здесь у нас есть squad или MS-mark или другие наборы данных для данной задачи. И самый козырный, четвертый агент, он называется S-agent. Кто думает, почему он так называется S-agent? Супер-agent. Супер. Самый суперский агент, тот агент, у которого внутри сидят вот эти три, он может так же англировать, как бы сказал Мишане, делать такую джиу-джитсу. Мишани здесь нет. В общем, чтобы все это работало вместе. Соответственно, каждый из отдельных модулей, он каким-то образом может быть интегрирован в ту или иную архитектуру. И идея такая, что было бы очень круто, и мы хотим это сделать, чтобы у нас был типа continuous integration. То есть, если человек X работает над одним или двумя из этих модулей, он их запилил новую версию, закатил во все агенты, в которые они смогли закатиться, ему посчитали скор, лучшую архитектуру это улучшило или нет. Если мы такую систему сделаем, то было бы хорошо. Какие здесь встают проблемы с обучением этой системы? На что в частности Кюнхюн тоже указывает в своей презентации, что у нас есть проблема, что когда у нас есть модули, нам непонятно, как мы их будем учить вместе по отдельности и так далее. Самый простой вариант, когда у нас есть отдельные модули, зелененькая стрелочка, это показывает, что все входы и выходы этих модулей они интерпретируемые. То есть мы на вход получили какой-то текст, на выходе получили semantic frame, заполненные слоты, которые жестко определены. В следующем выходе мы получили какой-то темплейт для генерации ответа, а на выходе у нас уже ответ, поэтому темплейт сгенерирован. Мы можем эти модули по отдельности обучать, у нас нет никаких проблем, мы их потом синтегрировали и все заработало. Другой вариант, когда мы делаем end-to-end архитектуру, вот эти оранжевые стрелочки говорят о том, что здесь у нас информация, вектора, которые передаются, они никак человеком не интерпретируются. То есть это какие-то там имбеддинги, что-то непонятное передалось, только на входе и на выходе интерпретируемое. Понятно, что мы должны обеспечить некоторые условия, что все это должно как бы дифференцироваться, чтобы у нас градиент протекал и все нормально работало. Также здесь возможны модификации такие, что у нас, например, мы можем взять модуль и дополнительно для него дообучать еще интерпретируемый выход, и это нам поможет обучать систему в целом. Я не знаю, может, вы видели такие статьи, где в таких NLP-системах тренируются одновременно, где у нас лосс состоит из двух частей. Одна по финальной задаче, а другая по этой промежуточной. Если это NLU, мы распознаем что-то, например, в этом запросе. И мы, смешивая эти две компоненты в лоссе, можем добиться лучшего качества работы системы в целом. Ну и третий, совсем нехороший может быть вариант, когда у нас есть какой-то внешний модуль или источник данных, который вклинился в наш pipeline, вообще непонятно, что нам делать. Если вот здесь мы еще как-то можем обучиться, потому что у нас здесь есть ошибка, и мы ее можем распространить, то как нам делать здесь не совсем понятно. И здесь наша надежда на то, что обучение с подкреплением нам поможет это все синтегрировать вместе. Какие перед нами стоят вызовы? Здесь, наверное, может ваша помощь понадобится в том плане, что, может, вы скажете, чего здесь я не написал, ваша боль как-то тоже здесь отразится, и мы ее попытаемся учесть в нашей работе. Первый вопрос. Все, что я рассказывал, красиво выглядит, красивыми цветами нарисовано. Но вот если мы переходим к нейросетевым системам, как, например, им ставить цели диалога? Если в слотовой диалоговой системе вроде все понятно, то для end-to-end систем, когда мы будем учить непонятно, как эти цели будут сами выделяться или как-то мы их будем задавать, это открытый вопрос. Второй, как то, что я говорил, что мы можем построить модель пользователя и интегрировать ее в диалогового агента. Кажется, что хорошая, красивая идея, а как это в реальности реализовать, чтобы это все работало не совсем ясно. Если есть какие-то идеи, подходите, давайте будем обсуждать. Как планировать диалог в end-to-end архитектуре на нейросетях и с обучением с подкреплением? То есть, грубо говоря, мы хотим реализовать Монте-Карло-Тресеч на нейросетях. Если у кого-то есть хорошая идея, как Монте-Карло-Тресеч сделать на нейросети, end-to-end обучить, тоже welcome. По-моему, классная задача, даже фундаментальная. Можно вне, в зависимости от диалоговых агентов, будет классная вещь. Завтра, кстати, будет доклад Максима Кретова. Здесь нет сотрудника нашей лаборатории, который занимается обучением с подкреплением. Больной вопрос, как оценивать диалоговую систему. Надеюсь, здесь вы нам поможете, напишите сейчас алгоритмы, которые будут так хорошо предсказывать оценку, что нам не нужны будут внешние данные, что мы просто возьмем ваше решение и будем учить диалоговых агентов без проблем. Как сбалансировать различные компоненты диалоговых систем, такие как целенаправленность и вовлеченность? То есть понятно, что если мы с чем-то переборщим, неправильно это будем смешивать, неудачно пошутим, то никаких целей мы в принципе не достигнем. Но с другой стороны, если мы будем таким скучным голосом, как я, рассказывать, то все тоже заснут и ничего не поймут. И цели не дойдем. Как интегрировать внешнюю информацию в эти системы? То есть у нас есть база данных, есть всякие антологии, дебипедии и тому подобное. В принципе, очень классные вещи для диалоговых агентов, очень полезные. Как сделать, чтобы мы могли отображение из этих всех вещей в наше внутреннее представление агента выучить? Как общая проблема, как интегрировать различные модули и натренировать интегрированную систему? Как передавать знания от задачи к задаче? То есть здесь, скорее всего, нам нужно будет проводить эксперименты, когда мы будем тренировать модули на одной задаче, потом вставлять под другую задачу куски и смотреть, что же из этого выйдет. Как учиться онлайн? То есть как можем ли мы в течение диалога еще что-то такое выучить о пользователе, что позволит нам гораздо лучше с одной стороны ему ответить, а с другой стороны в будущем отвечать еще лучше? У кого-нибудь еще идеи возникли, потому что здесь не хватает? О, это хорошо. Записывайте на видео, пожалуйста. Ну, может быть, как дополнительная задача какие-то подходы к интерпретации состояния диалога? Ну, я не знаю, как-то уметь понять, отнести к каким-то классам хотя бы. Ну, да. А чем это может быть? можно контролировать, смотреть, что происходит. Ну, не знаю, способов массы, если что-то такое малоконтрольное оказывается в продакшене, нужно как можно больше разрезов, под которыми на это надо посмотреть. Ну, вот что-то такое. Может быть, какие-то, ну, плюс еще одна вещь, ну, это, в общем, то же самое. Какие-то способы понимания, структуры диалога, чтобы тоже для отладки, для контроля. Спасибо. какой-нибудь такой тулзу, который бы строил какой-нибудь граф диалога, для того, чтобы его можно было оценивать. Спасибо. По-простому. В процессе диалога, вот, добавление, оценка, состояние диалога, ведь в реальной жизни еще есть эмоции и интонации, то есть, дополнительная вещь инфраструктурная, снимающая, как человек ответил, не только текст, но и эмоции. Ну, да, но здесь как раз стоит отметить, что в нашем проекте мы реализуем алгоритм, который работает только с текстом и не входит, сам звук не анализирует, но, в принципе, все равно в тексте тоже может содержаться информация о эмоциональном состоянии человека и, наверное, стоит ее учитывать. Один из каких-то модулей может быть там сентимент, анализ. Как в систему управления диалогом в реальном времени включить реакцию пользователя не текстовую, а характер подачи пользователям данных, скорость, частота, то есть, как часто человек пишет, насколько быстро отвечает, какие делает задержки. То есть, это все очень важно может быть с точки зрения ведения диалога и никак сейчас не учитывать, что только текст рассматривается. То есть, даже если абстрагироваться от задачи распознавания эмоций, звука, то вот это тоже остается актуальным. Типа, эй, что ты залипаешь, отвечай почаще. Так, у кого-нибудь еще? Да. Маленькая проблема, собственно, сразу встает. Большинство диалоговых систем, они пассивны, по сути, они ждут какой-то реакции от юзера для того, чтобы на нее реагировать, при этом сами мало проявляют какой-то инициативы реальной. И вот для того, чтобы ее проявлять, нужна не только модель пользователя хорошая и предсказание его действий будущих, но и вообще понимание, что можно было бы ему дать в беседе. Ну, это уже для каких-то коммерческих вещей, то есть, когда в рамках какого-нибудь рекламной кампании бот может очень неплохо предлагать какие-то услуги, которые пользователь не явно бы хотел. получить. Спасибо. Ну что, у кого-то еще есть? Ага. Сбор, сбор как бы это, болей. Спасибо. Ну это скорее такая шутка, подойти с обратной стороны, научиться со стороны пользователя понимать, к чему его склоняют. если это голл-ориент, что-то, что мне продают. Ну, в рамках проекта вполне такая задача. Ну, с одной стороны это так, с одной стороны это здорово по детекте, и с другой стороны какая-то адверсариалити здесь. сценарий использования примерно такой. Есть у меня персональный помощник, мой персональный бот в интернете. Он залазит в разные каналы и чатится там с другими ботами, которые пытаются ему что-то впарить. И он должен оценить, то, что впаривают, это релевантно или нет. Если релевантно, то он под этим подписывается. Понятно. Так, еще какие-то есть идеи, у кого что-то наболело. Ладно. Тогда переходим к завершению нашей презентации. Как я говорил, наш проект стартовал где-то месяц назад. Вот здесь как бы наш план работы на ближайшие полгода. Соответственно, это итог, но я не буду его подводить, вы и так все поняли, что вот мы делаем самое главное исследование, делаем открытую библиотеку и делаем платформу для Сбера. Соответственно, открытая библиотека, всем, кто что-то интересно, пишите нам, мы постараемся собирать требования и как-то сделать ее так, чтобы людям реально было удобно пользоваться. В этом как бы основная ее суть. Чем больше люди будут пользоваться библиотекой, больше будут какого-то своего пытаться вклад внести, тем для нас лучше, для вас лучше, для всех лучше. Давайте вместе над этим поработаем. Ну и финальным слайдом обычно ставят всех людей, кто имел отношение и имеет отношение к этому докладу. И обычно это в виде такой доски почета или какой-нибудь там фотографии на фоне какого-нибудь там на выезде, где все люди веселые, стоят отдохнувшие. Но мне кажется, что это не наш случай, у нас проект только начался, поэтому у меня вот коллектив, он вот в таком виде изображен. То есть вот все, кто принимает участие, ну не все, а как бы большая часть людей, которые принимают участие в нашем проекте, здесь изображена. Можете подняться наверх, посмотреть наш офис, как это выглядит. Ну вот, теперь я готов ответить на какие-то еще вопросы, кто что хочет спросить, ну и готов просто рассказать отдельно еще, дополнительно. Спасибо за доклад. Вы действительно неспроста, видимо, задержали его, то есть на вкусненькое ставили. Тем не менее, вопрос такой, вот Джейсон Уэстон у вас всплыл пару раз, вот его парлай и ваш проект касательно библиотеки, они вот в каких плоскостях относительно друг друга лежат? Ну, они как бы в перпендикулярных немножко плоскостях лежат. В каком плане? Что, если вы помните, основной посыл Джейсона в том, что он хочет сделать на данный момент, создать некоторую среду, в которой ты бы мог своего агента подключить к куче разных тасков. Агент тот же самый, тасков очень много. И ты можешь его тренировать на разных тасков, и ты хочешь добиться того, чтобы у тебя был один агент, который все таски закрывает. То есть попытаться построить такого универсального суперагента, который может все решать. И это основная идеология парлай. Соответственно, наше взаимоотношение с ней лежит двух, как бы в этом плане она как бы перпендикулярна нам в том смысле, что она предоставляет некоторые возможности интеграции датасетов. Мы еще не решили, возможно, мы можем как-то сделать коннектор как парлай для того, чтобы делать скоринг вот этих вот наших агентов, про которых я говорил, четыре штуки, да, для того, чтобы быстро их на разных задачах скорить. В принципе, парлай достаточно удобную абстракцию предоставляет для того, чтобы тренировать диалоговые модели. И поэтому, так как Facebook является спонсором нашего соревнования Conversational Intelligence Challenge, то мы уже сделали интеграцию с парлайом, то есть, в принципе, вы можете своего бота через парлай подключить вот к живому чату вот сейчас, и он как бы будет работать. Мы протестировали, у нас все работает, по крайней мере. Вот. И в будущем тот датасет, который вы сейчас набираете, вы записываете, он будет как бы за open sourcing, и он будет в парлай подключен для того, чтобы на нем можно было трениться. То есть, как бы эта интеграция предполагается. Вот. Ну, вот как бы вот как-то так. Здесь мы живем и работаем в России, и большой вопрос по поводу русского языка, таких современных решений, диалоговых систем. То есть, как вы вообще смотрите на эту проблему, какие модули можно сейчас уже в русском языке использовать без датасетов в русском языке, обученные на другом языке, языка независимые, и как можно было бы развивать это направление для русского языка? Какие датасеты можно было бы собирать, размечать? Это очень сложный вопрос. Понятно, что мы хотели бы какие-то базовые наборы данных, такие, как вот показаны для тех агентов, которые я приводил, DSTC2, SQUAD, типа Reddit, и иметь на русском языке близкие по объему, для того, чтобы мы могли эти архитектуры проверять и аналогично, на какую они точность дают на русскоязычных аналогах. То есть это как бы то, что первое напрашивается и приходит в голову. Но с другой стороны, как мы видим, что в принципе, если мы просто будем народ на русских датасетах обучать архитектуру, которая стоит в арт на английском, они более-менее хорошо себя показывают, то есть они устойчивы с точки зрения смены языка. Но вот экспериментов по поводу того, чтобы натренировать, например, какого-то диалогового агента на английском языке, потом у него выбросить нафиг эмбеддинги все и заменить их на русский и дотренировать на русском, будет это лучше или нет, я с таким не встречался. Может быть, из этого что-то тоже выйдет. То есть как бы типа у нас структура диалога на любом языке одинаковая и нам наплевать, какие у нас эмбеддинги, если мы его выучим, то все будет хорошо. Кажется, что это не совсем бредовая идея, потому что мы же знаем примеры с переводом многоязыковым, когда мы можем одну модель научить переводить с разных на разные языки и даже для тех пар, для которых она ни разу не тренировалась, она все равно будет выдавать какой-то осмысленный перевод не совсем бред. Это значит, что есть надежда, что для диалогов в принципе что-то такое может быть полезно. Еще два вопросика. Предполагается какой-либо сбор данных, какие-то датасеты в рамках проекта Апайлов за все время. И могу сразу второй или в порядку. Второй. Там такой квадратик упоминался NLP functions, ну как один из элементов, по-моему, DeepPablo проекта. Там предполагается создание, не знаю, для русского языка в общем каких-то парсеров, токенайзеров и так далее. Ну потому что обычно для русского все хуже, чем для английского. Хороший вопрос. Правда, я уже первый вопрос забыл. Про сбор данных. Но он похож на предыдущий. Сейчас мы конкретно, параметры того, что мы хотим собирать, не определены. То есть понятно, что вот есть очевидные вещи, которые я назвал, и с другой стороны уже есть в Сбербанке какие-то данные, которые нам там приносят, дают и говорят, вот посмотрите, что здесь происходит, дайте нам требования, мы будем еще данные собирать. Но понятно, что те данные, которые нам даст Сбербанк, они не будут в открытом доступе. Мы их можем только для себя использовать. По поводу этих инструментов, токеназеров и так далее, да, я думаю, что это задача, которую мы должны решать. Просто нам нужно понять, вырастать приоритеты, что наиболее наболевшие, что прямо сейчас является наиболее актуальным. Если есть какие-то идеи, пишите в канал, шелите и так далее. Ну что, все? Да еще есть какие-то вопросы? Ну смотрите, мы всегда здесь, можете подойти, меня поспрашивать. Последний, хорошо. Для некоторых проблем кажется очевидным принять возможность решения в области обучения без учителя. То есть те же мбендинги, всевозможные модели спокойно обучаются на больших объемах. с хипсоц модели можно обучить на русском языке, получив языконезависимое представление. То есть вот такие решения между какими-то задачами могут протащить мостик между языками. Вот как вы видите вот эту проблему? Есть ли какие-то отличные примеры решения подобных задач? Нет, я в этой плоскости не думал, но мне кажется, идея здравая имеет право на существование. Спасибо. Ладно, тогда спасибо. Продолжайте кодить. Я надеюсь, что вы много чего интересного накодите, и все будет хорошо. Спасибо. Продолжение следует...